МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Акимате Алматинской области озвучили план мероприятий по сведению заболеваемости коронавирусом к минимуму. Народ в помощь. Общественность Алматинской области помогает лечебным учреждениям. Цена погребения или копать могилы стало выгодно. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Республики Казахстан Касым Жомар Татокаева с Акимами ряда регионов страны. В ходе беседы глава Алматинской области Аманда Кбаталов доложил о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе. Дав положительную оценку проводимой работе, Касым Жомар Татокаев поручил держать ситуацию под строгим контролем и активно продолжать разъяснительную работу среди населения. Для реализации поставленных задач главой государства, руководством области на селекторном совещании с Акимами районов и городов обсуждался план дальнейших действий по борьбе с COVID-19. Отметим, общее число инфицированных в Алматинской области составляет 4 115 человек. Темпы распространения идут на спад. Количество выздоровевших составило 3 224 пациента. Практика карантинных мер показала правильный курс. Повторный локдаун, введенный в минувшие выходные в ряде регионов Алматинской области, дал положительный эффект в сдерживании коронавирусной инфекции. За прошлую неделю новых случаев заражения стало меньше на 44 пациента. Но это не повод расслабляться, говорят ответственные лица. Основная причина распространения коронавируса – несоблюдение жителями карантинных мер, проведение мероприятий с массовым скоплением людей, ежедневная внутренняя миграция и несоблюдение санитарных правил частными извозчиками. Сейчас развернуты конкретные мероприятия по пресечению подобных нарушений, отметил заместитель Акима Алматинской области Женя Стуяков. За последние сутки с 06.27 июля по 06.28 июля зарегистрировано 75 случаев КВИ. Суточный темп прироста составил 1%. Наибольший прирост заболеваемости КВИ по области состава подмечается в Карапатском районе 5% в 42 случая, в Искельдинском 4% в 36 случаев, в Коксуисском районе 3,7% в 20 случаев. Для снижения смертности и быстрого выздоровления пациентов в области будут действовать два ситуационных консультативных центра по борьбе с COVID-19. Лучшие специалисты области будут консультировать медработников всех регионов. Акимы районов и городов, в свою очередь, должны обеспечить медицинские учреждения всем необходимым. Все, что вы делаете для того, чтобы защитить людей, народ, жители Амартийской области. Здесь, когда я буду потом последующие выводы делать, уже другие подходы будут. Все районные больницы мы должны переоснастить, сделать там, в одной станции, в каждой палате, в каждой койке подвести. Качественное койко-местное. Чтобы у нас было в достаточном количестве КТ. Вот эти ИВЛы, сколько надо, везде. В должном количестве должно. Вот это все должно быть расписано. И ко второй этой у нас все готово. По срокам, когда мы должны все это закончить, только вместе с ними. Сейчас нам покупаем, и мы покупаем, ревенгентоаппараты, вот эти, как его, цифровые. Должны купить, везде поставить. Это, я вам, Акимы районов, я вам это повторяю, Кельп, Ченгерге, вот, помещение подготовки, Кельп, Саран, Кольп, Перемстер, такого не будет. Вы должны этим заниматься. Каждый Аким район. Чтобы у вас вот это все было. Кровь и вода, то, что у вас в центральной больнице, мы переоборудуем. Этим тоже вы должны заниматься. Компрессорной воды. Везде вот эти трубки все. Протащить каждую палату. Социально-экономическое развитие страны, в том числе и Алматинской области, подвергается максимальному испытанию. Но, несмотря на пандемию коронавируса, инвестиции в основной капитал составили 243 миллиарда тенге. Объем строительства на уровне 102 миллиардов тенге. Введено 478 тысяч квадратных метров жилья. Освоено 24 миллиарда тенге по дорожной карте занятости. То есть создаются все условия для достижения поставленных целевых показателей ради благосостояния населения. В целом я говорил, что мы должны научиться работать при этом коронавирусе. Уборка должна идти своим чередом, переработка должна идти своим чередом. Рабочие места должны создаваться, выделенные деньги должны оставаться. Все как положено должно. Четко отрабатываться. Также на повестке дня стоял вопрос подготовки к новому учебному сезону. Запланировано приобретение 70 новых автобусов для перевозки школьников, 35 из которых уже закуплены. Будет обновлена материально-техническая база во многих учебных заведениях области. А план реализации мер по снижению уровня заболеваемости населения COVID-19 будет гибко варьироваться по ситуации. За три недели карантина количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране снизилось на 29%. Об этом стало известно сегодня в ходе селекторного совещания правительства под председательством премьер-министра Оскара Мамина. Как отметил в своем выступлении министр здравоохранения Алексей Цой, снизились показатели репродуктивности инфекции, занятости коек, а также количество вызовов скорой помощи. В регионах создан достаточный запас лекарственных средств, а количество выздоровевших от COVID-19 превысило 63%. Таким образом, по словам министра здравоохранения, при сохранении положительной тенденции и дальнейшего соблюдения масочного режима и гигиены, с 3 августа в Казахстане возможно будет начать поэтапное смягчение карантинных мер. В связи с чем ожидается открытие торговых центров и домов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, детских кабинетов коррекции, дежурных групп в детских садах, салонов красоты и парикмахерских. При этом сохраняется запрет на все виды массовых мероприятий – работу ресторанов, ночных и игровых клубов, музеев, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей и аквапарков. Нам необходимо улучшить текущие показатели эпидемиологической ситуации. Сегодня министерством здравоохранения представлен план поэтапного снятия карантинных мер. С учетом складывающейся динамики, в течение этого месяца мы рассмотрим данный план на заседание Государственной комиссии и примем соответствующие решения. Также в ходе селекторного совещания был рассмотрен вопрос массового перехода экономики в онлайн-режим в период пандемии. Так, с начала года отмечается рост продажа розничной торговли через интернет и увеличение объема безналичных операций. Как отметил министр торговли и интеграции Бахат Султанов, в первом полугодии объем электронной торговли Казахстана вырос более чем в полтора раза. Помощь от заботливого сердца. Общественное объединение инвалидов Камхот-Журек подарило Капшигайской городской больнице два детских аппарата ИВЛ и четыре кислородных концентратора. Инициатором благого дела выступила Ляза Цалыкова. В социальных сетях общественница объявила сбор средств. Общими усилиями удалось собрать 631 тысячу тенге. На эти деньги, помимо дорогостоящих аппаратов, куплены и переданы в больницу необходимые лекарства и градусники. Медицинские работники, в свою очередь, отмечают, что помощь сейчас крайне необходима и актуальна. Мы благодарны. Благодарны обществу инвалидов, населению за поддержку, за понимание. И аппаратов таких нам бы еще побольше. Один, два. Это пока, конечно, для деток погоду можно делать. Только начало сейчас заболевания, детки сейчас пошли. А дальше, мне кажется, к осени будет еще больше. Хотелось бы побольше такой помощи. Спасибо большое. Мы максимально потратили все-все-все до копейки, чтобы каждый человек, который внес свою лепту, был доволен. Чтобы он знал, что это дошло до адресата. И сегодня было очень приятно, что сотрудники больницы говорят, что они на самом деле в этом очень сильно нуждались. Что это очень нужно. Поэтому от себя лично говорю каждому, кто принял участие во всем этом, спасибо. Берегите себя, берегите своих близких. И обязательно всегда нужно оставаться человеком. Восемь кислородных концентраторов доставили в центральную больницу Коксулского района. Благотворительное содействие в лечении земляков оказали неравнодушные граждане, общественные организации и меценаты. Стоит отметить, что по инициативе местного населения и Акимата района также на постоянной основе обеспечивают продуктами питания и хостоварами медицинских работников, стоящих на передовой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией. Помимо этого, социально уязвимым слоям населения раздали более 14 тысяч масок и оказали помощь продовольствием почти на 10 миллионов тенге. Добавлю, с начала пандемии в Коксулском районе выявлено 90 случаев заражения COVID-19 и пневмонии. Из них 44 выздоровели и 46 находятся на лечении. На сегодняшний день по борьбе с коронавирусной инфекцией нам население оказывает тоже большую, огромную помощь. На сегодняшний день к нам от общественных организаций поступают кислородные концентраторы, которые необходимы нашим пациентам. Хочу от лица наших сотрудников, нашей больницы, выразить огромную благодарность населению, которые, Акимату, общественным организациям, которые нам оказывают такую благотворительную помощь в лечении наших пациентов. В Павлодар прибыла еще одна партия медикаментов, которая вместе с полученной в воскресенье образовала месячный резерв препаратов для аптек региона, сообщает закон КИЗЭД. 26 тонн медикаментов распределят по аптекам области в течение пару дней. Распределение пройдет с участием представителей отраслевой ассоциации. Объемы будут рассчитывать, исходя из эпидемиологической ситуации в каждом городе и районе. Подать заявку на эти лекарства может любая аптека Павлодарской области. Всего в регионе работает 282 аптеки, и каждая из них может получить медикаменты, предназначенные для создания стабилизационного фонда, рассказала член Ассоциации врачей, провизоров и фармацевтов Павлодарской области КАЗ Медфарм Алия Джанина. Несмотря на то, что в настоящее время ковид-статистика идет на спад, в Шымкенте город Здрав готовится к новому взрывному росту заражений коронавирусом, сообщает TNG News KZ. Расслабляться горожанам не советуют. Всплеск заболеваний может прийти вслед за ослаблением карантина, открытием сотен кафе и общественных мест. Акимам было дано поручение разработать план на готовность ко второй волне. Мы разработали несколько этапов разворачивания коечного фонда при появлении второй волны. Мы готовимся к ней. Сейчас все действия идут в этом направлении, заявил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения Шымкента Тимирхан Варзилов. Продавцы магазинов и рынков Усть-Каменогорска пришли в Акимат с требованием дать им возможность работать, сообщает Atomicem Business. Кредиты, дети и отсутствие средств к существованию вынудили их обивать в пороге местного управления. Просидев почти месяц в вынужденном отпуске из-за введения ограничений, люди оказались на грани бедствия. Продавец Аля Симбаева отмечает, что трижды отправляла на выплату 42 500 тенге, но получила отказ. Проблем много, но в ответ у чиновников один. Они в очередной раз показали бумагу, где указано, что рынки должны быть закрытыми. Многие торговые дома и продовольственные магазины в Усть-Каменогорске по бумагам оформлены как крытые рынки. Именно поэтому при каждых новых ограничениях их будут закрывать. Досан Турганбаев, руководитель отдела предпринимательства Усть-Каменогорска, уточнил, что при мониторинге соблюдения санитарных норм Акимат обращает внимание на правоустанавливающие документы. В Акимате обещали рассмотреть все обращения продавцов. За передачу руля несовершеннолетнему сыну привлечен к ответственности жителей из Кельдинского района, сообщает пресс-служба в Департаменте полиции Алматинской области. В социальных сетях появилось видео, где подросток управлял транспортным средством внутри одного из сел. Видеоролик вызвал резонанс у общественности и вызвал обоснованную панику и критику со стороны жителей данного села. Данный факт незамедлительно был проверен сотрудниками из Кельдинского районного отдела полиции, в ходе чего на 46-летнего жителя был составлен административный протокол. На владельца автомашины 46-летнего местного жителя за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, составлен административный протокол в соответствии со статьей 612 части 5 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Норма данной статьи предусматривает штраф в размере 50 МРП. Департамент полиции Алматинской области, в свою очередь, благодарит граждан за проявленную гражданскую активность и проявленную нулевую терпимость. Кому трагедия, а кому поживо. Общественники Алматинской области возмущены. По их мнению, недобросовестные личности стали наживаться на погребениях. В течение почти двух летних месяцев в регионе выросла статистика смертности, что в свою пользу обратили занятые в сфере ритуальных услуг. Сама земля государством предоставляется бесплатно. Плату за работу взимают те, кто готовит место погребения. Как такового тарифа на эту услугу нет, потому оплата за услугу договорная. И за эти полтора месяца она выросла более чем в два раза, утверждают общественники. Буквально в июле цена на погребения подскочила до 70-80 тысяч тенге. Это вызвало недовольство у горожан. Они начали возмущаться, почему такая высокая цена. Я им объясняю, это вы сами должны устанавливать. Это договорные отношения, это коммерческая деятельность тех же копачей. А их деятельность никаким законом не регулирована, не отрегулирована. Чтобы этого не было впредь, нужно установить тариф. Когда будет тариф на копку могил, вот таких недоразумений, как сегодня, не будет. Минздрав США отдал зеленый свет новому этапу испытаний вакцины от коронавируса. Стоимость разработки составит миллиард долларов. В клинических испытаниях будут участвовать около 30 тысяч человек. Их поделяют на две группы, как и принято в такого рода исследованиях. Первые введут с помощью инъекции медикамент. Второй – плацебо. Биотехнологическая компания «Модерна» заявила, что получила впечатляющие результаты на предыдущих этапах создания препарата. Параллельно этому заявлению прозвучало и сообщение американского Минздрава. Он добавит 472 миллиона долларов субвенций из федерального бюджета. По добавок уже выделено почти 500 миллионам долларов. В случае, если третий этап подтвердит эффективность разработки и выпуск вакцины, по словам Минздрава, Соединенного Королевства может начаться уже осенью. 2000 человек, в том числе праворадикалы, проверили возле Офиса президента Украины митинг против режима прекращения огня, вступивший в силу в Донбассе в понедельник. Участники манифестации называли соглашение, подписанное Владимиром Зеленским, капитуляцией и предательством, передает Евроньюз. Пакет мер включает запрет на применение любого оружия на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах, на разведывательные действия и на полеты любых аппаратов. В Киеве при этом заявили, что сепаратисты дважды нарушили режим тишины в первые же дни. В ДНР и ЛНР это опровергли. Договоренность о бессрочном прекращении огня была заключена ровно год назад. И нынешние соглашения формально являются только дополнением к нему. Это уже далеко не первое перемирие в Донбассе. Стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в срыве заключенных договоренностей. Армия обороны Израиля заявила, что предотвратила попытку проникновения боевиков в группировке Хезболлах из Ливана. В свою очередь представители шиитского военизированного движения утверждают, что они принимали участие в сооткновениях и открытых боях в инциденте в районе Шебаа. По словам премьер-министра Израиля Бен-Эминян Нетаньяху, движение Хезболлах должно знать, что оно играет с огнем. Ливан и Хезболлах будут нести ответственность за любое нападение на Израиль с ливанской территории. Армия обороны Израиля готова к любому развитию событий. Мы работаем на всех аренах для безопасности Израиля, как вблизи наших границ, так и вдали от них, сказал Нетаньяху. Стоит отметить, что перестрелку на границе, продолжавшуюся в течение часа, наблюдатели считают самой масштабной с 2006 года. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин